Привет, меня зовут Сергей, вы смотрите канал Голодный Мужчина. Вот мы и с вами встретились на канале Рождества. Это особый день, и он просто переполнен различными обрядами и традициями. Проводить его нужно только в окружении близких людей, но на худой конец. Кто-то в этот праздник готовится к чуду, кто-то просто наводит порядок в квартире. В старину считалось, что после Рождества нельзя убирать арта старого Нового года, чтобы не выместить все чудеса из своей жизни. По сути, любая кулинария — это чудо, магия, которая делает вовсе неприглядные с виду ингредиенты кулинарным шедеврам. Нужно лишь знать, что с чем соединить. Прямо как в жизни, где один человек может очень мало, но когда мы вместе, нет ничего невозможного. И всего-то и нужно знать, каких людей выбирать. Сегодня мы с мистером Котом, который ушел из кадра не по плану, поможем вам подготовиться к Рождеству. А что за Рождество без Кути? По сути, это главное блюдо в этот день. Поехали. Первым делом пшеница. Покупайте специальную в упаковке, где написано «Для Кути». Мы взяли расфасовку 400 грамм. На семью больше и не нужно. Промываем ее хорошенько несколько раз до чистой воды. Промытую заливаем большим количеством воды. Добавляем чайную ложку сольки. Ставим на большой огонь, доводим до кипения под крышкой. Уменьшаем газ, чтобы еле булькало. Прикрываем крышкой. И оставляем минут на 40. Впрочем, лучше читайте, что у вас написано на упаковке. Я не люблю, чтобы пшеница была слишком разваристая, поэтому мне хватило 30 минут. Тем временем доводим до кипения сотейник с водой и заливаем ею 100 грамм мака. Для того, чтобы он запарился, оставляем на полчаса. Собственно, пока будет вариться пшеница. Тем временем можете залить изюм водой, холодной или кипятком, кто как считает правильным. Минут на 5, просто чтобы промыть его. Сливаем затем воду и оставляем изюм сушиться. В принципе, можно было бы залить изюм ромом. Но все-таки кутя должна быть постным блюдом. Да и рома нет. Орехи нам еще понадобятся. Грамм 50. Порежьте их ножом или потолките с халкой, как удобно. А затем обжарьте их пару минут на маленьком огне. Для вкуса. Вообще, все, кроме пшеницы, берется в одинаковой пропорции. К примеру, на 400 грамм зерна достаточно по 50 грамм каждого ингредиента. Но тут опять же на ваш вкус. Я не очень люблю орехи, поэтому орехи уменьшу. А мака наоборот насыплю в 2 раза больше. Переходим к маку. Сливаем через сито воду. Берем погруженный блендер и начинаем молотить. Пользуемся чудесами науки, потому что нет в ступке. Для протирки можете добавить сахар. Но я не буду. Практически все. Осталось соединить все ингредиенты. Пшеница готова. Впрочем, пробуйте на зуб. Повторюсь, мне нравится, чтобы она была слегка трудовата. Затем мак. Далее изюм. Ну и орехи. Аккуратно перемешиваем все ложкой до однородного состояния. Далее в тарелку 4-6 чайных ложек меда с горкой. Тут опять же только на свой вкус. Добавляем 300-400 миллилитров теплой воды. И хорошенько перемешиваем, чтобы мед растворился. Добавьте сначала поменьше меда и поменьше воды. Перемешайте и посмотрите, что получилось. В конце концов я добавил еще немножко воды и одну чайную ложку меда. Мне нравится, чтобы кутя была сочная. Ну знаете, зачем запихиваться в сухомятку. Перекладывайте кутю в отдельные пиалки и подавайте на свет вечер. Ну как тут удержаться и не есть до первой звезды, когда кутя уже стынет на вашем столе? Знаете что, насыпьте себе немножко, зажгите свечи, обнимите своих близких и насладитесь приятным. С Рождеством вас! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин